И третий тип отношений — это отношения к старшему. Фактически, когда человек нашёл себе наставника, это личность для него как свет в тёмном туннеле, понимаете? Это как тот, кто тебя ведёт к свету, к знанию. Очень глубокое, чистое чувство к старшему всегда бывает. И со старшим не надо развивать, пытаться близких отношений, пытаться как-то с ним подружиться, сразу вот этот свет теряется. Со старшим отношения служения в сердце развиваются. Вот, например, и чаще всего люди не могут найти себе старшего, потому что не знают путь. Я вам сейчас расскажу путь, как найти себе старшего. Старшего находит Бог. Всегда как награду это делает. Первое — встать. Обычно люди считают, что святые только на картинках бывают, только живи давно. Поэтому надо взять просто Сергея Радоничского, Сергея Масорольского, поставить перед собой, начать им кланяться. Часто люди не знают, что если ты начинаешь просто кому-то кланяться, то немедленно устанавливаются отношения, только ты их не чувствуешь. Отношения — это то, что связывает людей на огромном расстоянии, как во времени, так и в пространстве. Вот как вы думаете, Сергей Радоничский сейчас живой или нет? Он такой же живой и бодрый, как и был, просто в другом теле. И связь с ним немедленно устанавливается, если вы просто думаете о его иконе. Так устроен этот мир. Надо просто об этом знать. Вы начинаете ему кланяться, просить у него помощи, хотите его выполнять наставления, служить ему, в своем сердце заботиться о нем. Тогда что происходит? Он тогда начинает потихоньку менять вашу жизнь. У вас в жизни появляется удача. Что такое удача? Какой человек становится удачным? Тот, у которого есть вера и святость. Если у человека есть во что-то вера, эта вера его подпишет его судьбу. Потому что в трудную минуту есть три типа обращений. Первый, одни люди верят только в себя в трудную минуту, пытаются своими силами что-то сделать. Это тоже хорошо. Но это не всегда помогает. Второй тип. Человек обращается к специалистам в трудную минуту. И это классно. Это помогает больше. Но третий тип отношений, это когда человек в трудную минуту обращается к святости, то есть к Богу. И тогда Бог дает ему и специалистов, и понимание, как относиться к себе в это время. Понимаете? То есть, когда человек обращается к святости, в трудную минуту, он получает все сразу в своей жизни. Поэтому самая первая стадия, это обращение к тому, кто беспрекословно свят, это может быть святое место, святое священное писание, невызгодная личность. Это может быть просто святое имя Бога, священное писание. Это может быть святое место, там святая земля, святая вода. То там, где вы получили вот это ощущение, облегчение в жизни, там и находится ваша вера. Сто процентов. Память включает эту веру. Память активизируется звуком, изображением и отношением ежедневно. В том, следующий этап, это вот когда вы нашли какого-то святого человека, он дальше вам даст веру в жизнь. Он будет вести и вести вас по какому-то пути, и вы придете к своей вере. В этой вере вы найдете себе наставника, который просто будет давать советы. Это как друг к старшим, понимаете? Это не то, что он для вас духовник. Это просто друг к старшим. И постепенно, по мере развития, человек больше святостей в людях видит. И Бог ему дает постепенно более высокого духовника. Понятно, но начинают это все именно с отражения. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. Понятно, да? То есть, знаете, со святости, с картинки в твоем букваре, Начинается с друзей верных, Которые занимаются духовным правом. А может, она начинается с той песни, Что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях Нас никому не отнять. То есть, это вера. Веру человеку нельзя никаких испытаний не отнять. Итак, очень четко надо разделить В своей жизни типы отношений. Если человек не разделяет отношения в своей жизни, То он, несомненно, терпит поражение. Есть три типа категории людей. Первый тип – люди в невежестве. Люди в невежестве могут быть близкими людьми, Можно с ними работать, Они даже могут быть начальниками. Как с ними строить свои отношения? Надо просто выполнять перед ними свой долг, Желать им счастья И держаться от них на почтительном расстоянии. Кто такой человек в невежестве? Это человек, который живет только для себя, Ради своих интересов. Который обычно ведет себя по-наглому. Ну, то есть, он обычно имеет предные привычки. Такой человек обычно ни с кем не церемонится И держит всех в страхе. Если вам по судьбе положено работать с таким человеком, Выполняйте перед ним свой долг, Держитесь перед ним на расстоянии. Никогда не открывайте ему свое сердце. И даже вам, если надо перед ним извиниться, Лучше это делайте просто своим поведением. Не надо приходить к нему и говорить, Извините, пожалуйста. Это вас проведет к хаосу. Он скажет, я тебя извиняю. Но теперь ты будешь жить по-другому. Теперь, если вы работаете, действуя рядом с людьми в страсти, То надо выполнять перед ними свои обязанности. Желать им счастья в своем сердце. Как любому человеку. Невежественному, страстному. Если ты в сердце человека счастья не желаешь, Значит, тогда вся плохая судьба будет действовать через него. Знаете, как плохая судьба действует? Плохо подумал у человека, больше плохой судьбы через него действует. А если постоянно думаешь о плохой человеке, значит, вся твоя плохая судьба будет действовать через него. Когда мы плохо думаем о ком-то, мы открываем путь для плохой кармы. Туда вся наша тяжелая судьба и палится. Понятно? И потом нам говорят, это он тебя склазил. Это не он тебя склазил, а твое неправильное отношение к этой личности. Да? Где взять силы, чтобы не думать плох? Хороший вопрос, супер. Там же. Силы не берутся, они создаются трудом. Вот вы рано утром садитесь и начинаете думать о святом человеке, кланяться ему. Я хочу тебе служить, я хочу выполнять твои доставления. И, пожалуйста, дай мне веру в себя, дай мне возможность почувствовать твою чистоту. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Вот так человек думает. И постепенно его сердце, у вас в памяти остается человек непрощенный. И в памяти, когда вы думаете о святом человеке, вы так молитесь, вы параллельно, между делом вспоминаете того, о ком вы плохо думаете. И вы увидите, что память о нем становится лучше. А теперь я вам помогу сейчас. Вы просто думаете, что это просто все рассуждение. Я знаю, как это делать. Вспомните этого человека сейчас, которым вы плохо думаете. Я сейчас все делаю за вас. Вспоминаю свой наставник и начинаю ему кланяться. Вам легче, наверное, думать? Легче стало? Вот и все. Это просто круто. Просто круто и все. Некоторые как? В основном мы как живем? Мы говорим, Олег Инатьевич, сделай так, чтобы я плохо не думал. Я могу сделать, но вам все равно со мной придется, что-то не делать. Это трудно. А как плохо не думать? То есть нам даже делать не хочется ничего. Нам хочется просто плохо не думать и все. А это означает просто объем работы. Вот вы плохо думаете о ком-то, это объем работы. А бывает настолько большой объем работы, что надо год вот так молиться, чтобы эти плохие мысли ушли. И вы вместе с ними большой класс тяжелой судьбы уберете в своей жизни. Начиная от рака, потому что все злокачественные опухоли, они связаны с такими отрицательными мыслями. Она питается такими мыслями опухоли. Если вы кого-то ненавидите, если вы плохо к кому-то относите, значит, вероятно, злокачественные опухоли уже есть в вашем организме. Понимаете? Если вы простили, значит, она уже не может развиваться. Что? Да, когда валюты петельные. Но это не только же одна причина, что вы плохо о ком-то думаете. Есть просто тяжелая судьба. Двокачественные опухоли вообще возникают, потому что в тонком теле, в психическом теле, есть все их каналы психические. И в каждом канале с рождения у нас есть или хорошая судьба, или плохая. У каждого человека три из семи каналов поражены плохой судьбой. И там возникает склонность к заболеванию. Понимаете? У каждого человека с рождения всегда эта склонность, она как бы одинаковая, она не меняется в жизни. Вот, допустим, у вас поражен канал, который связан с позвоночником, с головой. То есть у вас может тяжело говорить, боль в позвоночнике. Может быть миома, допустим, вырастет. Понимаете? То есть этот канал у вас с рождения поражен. И ничего не поменять в этом плане. Так и у детей тоже. Бывает, что они рождаются более-менее здоровыми. Бывает, что у них плохой период жизни, и приходится въезд и уже ранее болеть. Но каналы поражены три из семи у всех стандартных. Это одинаковая ситуация у каждого человека в жизни. Один я вам назвал. Есть еще два. Не надо изучать, чтобы это понять. Не могу сходу как бы все рассказать. И что такое рак? Это когда поражение канала становится настолько сильным, что там селится другая форма жизни. Это форма жизни злокачественного пуха. Она растет, имеет свои законы роста. И обычно она селится сразу в двух каналах. Поэтому рак увеличить очень сложно. Один, допустим, лекарство действует на один психический канал, а она переходит, живет к другому. Я это серьезно изучаю много лет. И у нас уже есть возможность с этим как-то что-то делать. С этими заболеваниями. Я вам могу сказать уже секрет. Что рак лечится корнями деревьев. Опухоль злокачественная лечится корнями деревьев. Они сжигают, подные деревья сжигают злокачественные опухоли. Свои силы. Своих правильно подобрали. А все остальное узнавайте у нас на сайте. Звоните. Интересуйтесь. Это не тема сегодняшней беседы. Продолжение следует.